Всем привет! Меня зовут Сергей. Продолжаю записывать серию видео ProDX.com, интернет-магазин компьютерной техники и всякой разнообразной техники в Китае. Напомню, что интернет-магазин достаточно один из самых крупных в Китае, не считая Алиэкспресс. Покупать на нем достаточно интересно, все практично и достаточно выгодно. Итак, приступим. Вот мы зашли на наш интернет-магазин, не на наш, а на dx.com. В прошлом видео мы набрали с вами корзину товаров, которые хотели бы купить. Давайте-ка обдумаем, как нам можно выкупить этот товар, и что мы можем сделать с ним дальше. Вот мы зашли в свою корзину. Единственное, перед покупкой я рекомендую, чтобы не было никаких эксцессов, связываться с поддержкой. Вот здесь вот есть свяжитесь с нами и лайв-чат. Заходите в лайв-чат. Ага, все спят, короче. Все спят. Желательно дождаться, когда китайцы будут в поддержке не спать, вам ответят. Получается так, вы набрали вот такую корзину товара и хотите выкупить. Но если вы желаете, чтобы у вас весь этот товар ушел одной посылкой, не разбивался, вы не ждали, не гадали, где будет, не будет, желательно написать в техподдержку и спросить, а есть ли у вас такой-то товар в данный момент на складе. Потому что так как интернет-магазин большой, покупки совершают очень быстро и бывает возможность такая, что вы товар выбрали, а он 15 минут назад уже распродан. То есть на складе может быть есть, может быть там в плохом качестве все возможное бывает. И для этого лучше связаться с техподдержкой. Как я проверяю, как правило, есть ли товар или нет. Я вот захожу в лайв-чат и на чисто ломаном английском языке спрашиваю, есть ли на складе. И отправляю вот этот вот номер. Можно этот номер взять из уру странички. Вот он 283-240. Или же этот номер вот здесь вот SQ. Вот этот номер копирую, вот этот номер копирую, что-то из них. И спрашиваю. Китайцы, как правило, в лайв-чате отвечают очень быстро, есть или нет. Если нет, то я этот товар убираю из корзины и выбираю что-то другое. Тут же спрашиваю у них. Это сделано для того, для экономии ваших нервов. Потому что очень часто пишут мне, я в принципе сам сталкивался иногда с такой ситуацией. Вы выбрали, набрали корзину, оплатили, все нормально. Ждете, ждете день, ждете два, ждете три, четыре, пять. И тут оказывается, заходя в личный кабинет, видите, что часть товаров у вас ушло одной посылкой, а вторая часть товара у вас лежит, ждет, когда она будет на складе. Ждет она, может неделю ждать, может два ждать недели. Это бывает совершенно по-разному. Бывает такое, что на склад этот товар не приходит, и тогда вам нужно будет отказываться. Такая морока большая. Если же товар приходит на склад, то естественно его упаковывают и отправляет вам. Но отправлять тут тоже такая вещь интересная. Если вы набрали товар на общую сумму более 15 долларов, то вам бесплатно предоставляется трек номер. То есть вы сможете свою посылку отслеживать. Если же вы набрали меньше 15 долларов, то вам посылка отправится без трек номера, то есть вы не будете знать, где ваша посылка в данный момент идет. Или же вам нужно будет доплачивать за трек номер. И вот если у вас посылка дробится, то у вас вторая или третья посылка имеет все возможности залететь на бесплатную, не на бесплатную, а без трековую отправку. То есть первую посылку вы получите, будете знать, где едет. А вторую посылку вы никогда в жизни не догадаетесь. И очень часто, к сожалению, это так. Очень часто такие посылки без трека теряются. Не знаю, может быть воруются. На какой стране? У нас или в Китае? Это тоже никто не скажет. Возможно, нечего наговаривать, а просто посылки реально теряются. И вы не знаете, где эта посылка идет месяц, два, через три, через четыре, через полгода вам посылка может быть дойдет до вашего почтового ящика. Так что рекомендую узнавать, есть ли в данный момент ваш товар на складе желаемый. Итак, вот наша корзина. Мы решили оплатить заказ. Я согласен с правилами и условиями. Извините. Вот какая сумма мне нужна для оплаты. После оплаты мне дают 11 DX поинтов. Я эти поинты могу использовать на скидку на товар. Нажимаем «Оформить заказ» и смотрим, что у нас тут предложил DX. Вот. Смотрим. Здесь у нас указывается наш почтовый адрес. Именно тот, который мы завели. Также мы можем добавить новый почтовый адрес. Если, например, мы кому-то отправляем посылочку, то почтовый адрес указываем. Добавляем здесь и ставим галочку. Также, если вы работаете дропшипером, что это такое, вы можете... Ну, вы тупо перепродаете товар, то выбираете вот эту галочку и тогда DX не печатает свои логотипы, не печатает инвойсы, ценники, возможно. Ну, всякую информацию, которая может вас компрометировать, так как вы могли перепродать этот товар в два-три раза дороже. Вот. Но мы не дропшиперы, так что не ставим, не выделяем эту галочку. Также здесь есть галочка. Отправлять сначала товары, которые есть в наличии на складе. То есть, если эта галочка стоит, то я повторялся об истории ниже, что вам сначала высылается товар тот, который есть на складе, а другой консолидируется и отправляется по мере поступления на склад. Или же вы убираете эту галочку и в любом случае, принудительно, вы ждете только одну посылку, чтобы вот эта посылка вас сформировала. Сформировалась одна. Я, как правило, если честно, не обращаю внимания, потому что я узнаю, есть ли на складе или нет. Так что галочку я не снимаю. Вот. Посылочка у нас стандартная. Способы другие доставки имеются. Быстрая это экспресс-почта, но за нее нужно доплачивать 30 долларов. Нам она не нужна. Стандартная доставка. Стоимость доставки 0 долларов, потому что мы превысили порог в 15 долларов. И, естественно, присылается трек-номер. Теперь же у нас встает вариант, какой системой нам оплачивать. Кредитная карточка, WebMoney или система PayPal. Точнее, к PayPal привязаны карточки. Вот. Тут сообщение об ошибке. Странно? Я оплачиваю, как правило, и кредитная карточка, и WebMoney оплачиваю. Тут все зависит от вас. Давайте рассмотрим способ оплаты через кредитную карточку. Поддержатся Visa, MasterCard и другие современные платежные системы. Нажимаем Далее. И здесь нам проверяем снова введенные данные. Здесь вот товар. Почему-то у нас только два товара. Почему не знаю. Способ доставки стандартный. Возможно, товар... А, вот. Товар у нас ниже. Я не внимательно смотрел. Адрес доставки тут же у нас прописывается. И смотрим. Здесь нам нужно ввести данные кредитной карточки. Срок, год, код доступа. CVI, кажется, называется. Ваш платежный адрес. Платежный адрес – это тот адрес, по которому вы получали свою кредитную карточку. Или пластиковую карточку. Если вы используете виртуальную карту, то все равно указывайте свой почтовый адрес. Потому что смотрит... Сайт смотрит, с какого айпишника вы оплачиваете. Какой этот айпишник привязан к какому региону. Лучше, где вы есть, там уже и указывайте свой почтовый адрес. После того, как вы введете вот эти все данные, вы нажимаете кнопочку «Разместить ваш заказ». Все. Ваш заказ будет оплачен и сразу же пойдет в обработку. То есть, сотрудники будут набирать эти посылки, набирать эти товары в посылку, упаковывать, присваивать трек-номер, отдавать почтовой системе и посылочка поедет. Как правило, на это уходит 2-3 дня, если нет никаких... А, ну вот, отправляется в течение 7-10 дней. 10 дней у меня никогда не было. Как правило, отправлялась в течение 5 дней. То есть, в течение 5 дней дается трек-номер, и по этому трек-номеру я уже отслеживаю весь товар, все посылки, которые мне идут. Вот все достаточно просто. Если кто-то боится за свои данные кредитной карты, используйте виртуальную кредитную карту, на Kiwi можно открыть. Я же не боюсь, как правило, оплачиваю или кредиткой, в последнее время я оплачиваю только в WebMoney. Это очень удобно, практично. Пополняю в WebMoney кошелек и им оплачиваю. Нажимаем здесь Далее. Нас, как правило, сейчас перекинет на платежную систему. Но у меня тут ничего не заведено. Тут мы можем сразу увидеть, сколько у нас спишется, куда. То есть, все легально, все хорошо. Какой инвойс даже. Поэтому его инвойс вы можете потом отслеживать. Ваш платеж. Вот все очень просто. Покупать на dx.com. Обязательно покупайте, пробуйте. Ничего сложного, страшного в этом нет. А в следующем видео мы разберем кое-какие проблемы с dx.com, способы решения этих проблем и как будем отслеживать нашу посылку. С вами был Сергей. Подписывайтесь на мой видеоканал. Ставьте палец вверх, если вам это видео было полезно или просто интересно. И спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok